www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». Сегодня программу проведем мы, Оксана Антоненко. Добрый день, Иван Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. И прежде чем мы начнем, мы представим нашего гостя. Я напомню, по традиции, все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пожалуйста, не стесняйтесь и активно ими пользуйтесь. А также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. А в гостях у нас сегодня глава Федерации пенсионеров в Латвии Андрис Силинш. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с вопроса индексации пенсий. Как известно, Федерация пенсионеров и Минблаг достигли компромисса по вопросу индексации пенсий, которые, ну, так называемых маленьких пенсий до 200 латов. Но, тем не менее, уже появилась информация о том, что министр благосостояния Элзи Винкелла обвинила Федерацию в шантаже, поскольку появилась информация о том, что вы хотите, чтобы были индексированы пенсии уже выше 200 латов до 250 латов. Может быть, тогда проясните ситуацию. Договорились или не договорились с Минблагом? Что касается Минблагом, то существует такая организация, как Совет сеньоров в Латвии, который имеет консультативный характер. И в этом Совете представлены представители разных организаций пенсионеров в Латвии. В том числе и Федерации. В Федерации там представлены двумя представителями. Что касается Федерации, то мы шли на это заседание Совета с конкретным предложением, которое предусматривало в большей степени индексировать маленькие пенсии в меньшие, ну, немножко, пенсии, которые несколько больше. А как понять, в большей или в меньшей степени индексировать? Ну, применять больший коэффициент к пенсиям до 100 лат, ну, скажем, до 200 лат, скажем, там на 6%, а после 200 лат, соответственно, меньше. Но, к сожалению, чисто технически такое предложение реализовать нельзя. Поэтому на заседании Совета консультативного мы согласились с тем, представителем Федерации, что можем искать какие-то другие компромиссные варианты. Такой вариант был найден. Индексация коэффициентом 1,04 до 200 лат, или другими словами, увеличение всех пенсий до 200 лат без доплаты на 4%. Правда, мы там же сказали, что у нас нет полномочий утверждать это предложение со стороны Федерации, поскольку правление Федерации нам поручило защищать несколько другую позицию. Поэтому вчера было собрано экстренное заседание Федерации пенсионеров, которое представлено практически организацией со всей Латвии. Ну и там большинством голосов было принято решение, что попросим Сейм при рассмотрении вопроса об индексации все-таки увеличить этот рубеж 200 лат до 250 лат. Это требует сравнительно не очень большие дополнительные средства. Но ни в коем случае нельзя говорить, что мы отклонили предложение, которое было рассмотрено на консультативном совете. Но как вы оцениваете заявление министра о том, что Федерация пенсионеров занимается шантажом? Нет, ну я не думаю, что мы занимаемся шантажом. Просто в правлении Федерации пенсионеров представлено 19 человек, у каждого мнение свои. Они, причем, пользуются и мнением членов в своих организациях. Я не скрою, что буквально со среды, когда было принято это решение на консультативном совете, телефон не молчал практически ни минуту. Надо сказать, что порядка 90% всех звонков были поддерживающие, вплоть до того, что будем там чуть ли не памятники ставить. Но среди них были такие звонки, которые сравнивали Федерацию с землей. Ну, поэтому, очевидно, появилось такое предложение, что давайте поддержим до 200 лат, но попросим, если есть возможность, поднять этот порог до 250 лат. То есть пенсионеры не настаивают на том, что индексировать надо пенсии до 250 лат? Это ваше, как бы, пожелание? Ну, это наша просьба нашему сайму, скажем так. Но в случае невыполнения этой просьбы, что собираетесь делать? Устраивать пикеты, акции или, в принципе... Нет, я не думаю, что какие-либо пикеты или акции будут. Это просто высказанная просьба, поскольку, если до 200 лат, это практически повышение пенсии порядка 90% всех пенсионеров, если повысить этот порог на 50 лат, значит, 95% всех пенсионеров должны получить доплату, ну, и повышение пенсии на 4%. Хорошо, но когда вы выдвигаете требования или высказываете просьбу относительно того, что какие пенсии надо индексировать, вы, наверное, изучаете как-то ситуацию в социальном бюджете. То есть деньги, в принципе, на ваш взгляд, в социальном бюджете на эту индексацию есть или, как говорит Министерство благосостояния, ресурсы крайне ограничены? Это и есть наша большая проблема, где мы не совсем согласны с мнением Министерства. Если рассматривать отдельно бюджет государственного социального страхования, который создается страховыми взносами, которые платят работонаниматели, работодатели, то закон четко регулирует, на какие цели эти деньги должны расходоваться. Но, к сожалению, с тем, что был в стране кризис, были приняты решения, эти деньги стали израсходоваться на несколько другие цели, которые в законе не были предусмотрены. Какие цели вы имеете в виду? Давайте поясним, может быть. Это я имею в виду доплаты к пенсиям. Эту цель каждый год из бюджета социального страхования тратится порядка 140 миллионов лад, хотя по закону эти деньги должны тратиться из государственного бюджета, и из бюджета социального страхования. Подождите, ну разве не пенсионеры, не представители тех же организаций сеньора в свое время очень переживали за то, что если перенести эти расходы на основной бюджет, то правительство может их легко, скажем так, ликвидировать, сократить и вообще, в принципе, за их счет как-то выравнивать ситуацию? Ну, сколько я знаю, то законом установлено, что эти доплаты, те, которые получили эти доплаты, 70 за каждый год работы до 96 года, они законом установлены пожизненно, правда, с 2012 года эти доплаты заново новым пенсионерам уже не назначаются. Хорошо, но если учесть, что вот сейчас доплаты выплачиваются из социального бюджета, то при наличии вот этих выплат, все-таки денег на индексацию, на ваш взгляд, хватает, или не хватает? Безусловно, хватает, поскольку и на сегодняшний день, ну, скажем так, загашник бюджета достаточно большой, и если со следующего года эти 140 миллионов, о которых я говорил, переводятся на выплату из государственного бюджета, практически появляется еще 140 миллионов лишних, и я не думаю, что при этом нельзя найти 37-38 миллионов, которые требуются в течение года для выполнения нашей просьбы займа. Ну, при разговоре об увеличении расходов основного бюджета представители правительства обычно говорят, что запросов очень много на будущий год, и если, допустим, перевести вот эти выплаты на основной бюджет, то мы либо не отремонтируем дороги, либо не поднимем зарплаты учителям, либо не поднимем зарплаты медикам, и так далее, и так далее. Нет, тут я думаю, что все очень просто. У нас кризис закончился, и уже принято решение, что в 2014 году возобновляется действие всех законов, которые были приостановлены начиная с 2009 года. Так что это нормальное положение, что эти 140 миллионов будут тратиться из государственного бюджета. Ну, на Ваш взгляд, все-таки правительство в состоянии на данный момент выполнить все эти обещания? Или, может быть, кризис еще не совсем закончился, или денег нет? Что касается вопросов, которые решаются из бюджета государственного социального страхования, это вполне можно сделать, но почему-то государственные органы считают, что все вопросы надо решать не в контексте одного отдельно взятого бюджета государственного социального страхования, который, я еще раз подчеркиваю, создается страховыми взносами, а не налогами. Но они предпочитают смотреть как бы в общем контексте, в общем бюджете. Ну, и тут можно согласиться с министром благосостояния, господой Уинтел, что если на все, на следующий год планируют выделить 50 миллионов лад, то 30 миллионов, если забирает дополнительно пенсионеры, остается только 20 на всякие различные другие вопросы благосостояния. Тут я вполне министр понимаю, но если рассматривать этот вопрос в контексте бюджета социального страхования, ну, тут несколько картин вырисовывается другая. Хорошо, социологи говорят о том, что если индексация пенсий выше 200 латов будет проведена, то это может спровоцировать протесты в обществе, потому что другие группы, которым не проиндексируют какие-то социальные пособия или выплаты, могут возмутиться. Вот как считаете, не спровоцируют ли пенсионеры своим желанием индексировать пенсии какие-то вот такие общественные протесты? Ну, во-первых, решение повышать пенсии до 200 лам как раз может вызвать большее недовольствие. То есть, со стороны пенсионеров? Да, это практически, если брать 200-250 лат, там примерно 5% пенсионеров получают пенсии в этом промышлубке. Они как раз могут быть недовольны, почему им не повысили пенсию. То есть, внутри, скажем так, сегмента пенсионеров тоже у вас есть какие-то процессы? Но тут есть и вторая сторона, которая, по-моему, должна исключить какие-то серьезные жалобы на этот счет. Дело в том, что это разовое мероприятие. Фактически, это своего рода компенсация за неиндексацию пенсии в течение 5 лет. И поэтому, скорее всего, что наш парламент примет отдельное решение по этому вопросу. И тогда там, пожалуй, какие-то серьезные жалобы это сразу исключат. Хорошо, давайте, может быть, проиллюстрируем немного ситуацию. Индексация пенсии до 200 латов, индексация пенсии свыше 200 латов. О какой абсолютной цифре идет речь? Насколько латов увеличится пенсия? Если пенсии 100 лат, значит, 4% это 4 лата добавится. Если 200 лат, я хочу подчеркнуть, что это без доплаты этих 70 сантим за каждый год работы до 1996 года. Если 200 лат, значит, это 8 лат добавка. Ну, соответственно, если 250 лат будет индексировано, 4%, это добавится 10 лат к пенсии. Я считаю, что это, ну, скажем так, довольно нормальное индексирование, нормальная добавка. Андрей Силинш, глава Федерации пенсионеров Латвии, гость в нашей студии сегодня. У нас есть звонок, одевайте наушники, примем его. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я бы хотел, может быть, объяснить человека, вот как это понять. Мы, как говорится, начинали, говорится, производство, говорится, говорили, это, понимаете, последствия оккупации надо уничтожить, все, что сразу промышленность, производство уничтожит, да? Сейчас уже говорят, лат, это тоже движение к рублю, это практически рубль, это последствия оккупации надо уничтожить, да? Вот мне интересно. А пенсионеры, это, как это понимать, это, может, тоже последствия оккупации? Вот как, вот мне вот объясните, пожалуйста, спасибо. Спасибо, но это, наверное, можно рассматривать, это высказывание нашего радиослушателя в контексте заявления, которое в свое время сделала министр Илза Винкела о том, что пенсионеры работали во время СССР, и, в общем-то, я уже не помню точную цитату, но не заслужили пенсию. Ну, моя точка зрения такая, что пенсионеры работали в советское время, кое-что успели создать, и если мы, скажем, погуляем по Риге, может быть, не совсем по центру, а чуть-чуть подальше от центра, то мы там можем видеть довольно солидный жилищный фонд, другие строения, ну, то есть кое-что за собой оставили и те люди, которые работали в советское время. Когда представители правящих партий комментируют ситуацию в социальном бюджете, в принципе, ситуацию с госбюджетом, часто говорят о том, что мы страна бедная, и, в принципе, что мы можем себе позволить, то и можем себе позволить. Учитывая, что у нас огромное количество гастарбайтеров, соответственно, не такие большие поступления в бюджет, как хотелось бы, в том числе и социальные выплаты, опять же, многие получают зарплату в конвертах и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, в чем все-таки проблема? В том, что у нас правительство жадное и не хочет заботиться о пенсионерах, или в том, что работать, собственно говоря, некому, и оплачивать пенсионный фонд, условно говоря, и не только пенсионный, но и дорожный, медицинский и так далее, некому? На мой взгляд, две большие проблемы. Во-первых, пенсионеров должно волновать то, что из страны уехало порядка 350 тысяч самого работоспособного населения. А это налогоплательщики, это плательщики социальных взносов, их просто нет. Это одна проблема. Вторая проблема, я думаю, что политика ныне властвующих не очень правильная в отношении вообще всех вопросов, которые связаны с бюджетом государственного социального страхования. Если так посмотреть со стороны, создается впечатление, что все-таки где-то такая линия проводится, что нет большой надежды, что нынешняя молодежь получит достойные пенсии в будущем, что это все такое под вопросом. И результат мы видим налицо. Люди не заинтересованы в уплате больших налогов, в уплате больших страховых взносов, что в конечном итоге дает очень негативный результат по отношению, ну, не только к бюджету государственного социального страхования, но бюджетом вообще. Я думаю, что высказывание вот таких экспертов, как господин Рунгайнс, который уже не один раз тревожил умы пенсионеров, это, скажем так, прямо говорит о том, что, ну, давайте, государственная система все равно не способна несить деньги в коммерческие банки, вот там вас ожидает светлое будущее. Ну что ж, мы продолжим об этом в следующем получателе, сейчас прервемся на новости и рекламу, но обязательно вернемся. Напомню, что в гостях у программы «Разворот» сегодня глава Федерации пенсионеров Латвии Андрис Силинш. Не переключайте. Мы продолжаем эту программу «Разворот». В студии работает Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас сегодня глава Федерации пенсионеров Латвии Андрис Силинш. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я напомню, каналы связи 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Также у нас работает видеочат. Двоните и пишите нам сегодня. Давайте продолжим разговор о том, как у нас формируется бюджет и почему так получается, что ни на что не хватает денег, за что не возьмись. А Вы говорили о том, что правительство должно проводить какую-то линию, точнее говоря, оно не проводит эту линию, чтобы заинтересовать людей платить социальные взносы. Поскольку и не только социальные взносы, в принципе налоги, поскольку все проблемы бюджетников, в принципе, отсюда и проистекают. Как, на Ваш взгляд, можно заинтересовать и молодежь, и не только молодежь, все-таки платить налоги и как-то заботиться о формировании социального бюджета? Я думаю, что прежде всего надо прекратить эти разговоры, которые направлены на то, что бюджет государственного социального страхования, он такой немощный, там все время дефициты и тому подобное. То есть больше позитива вы считаете? Я думаю, что в свое время была создана весьма нормальная система государственного социального страхования, которая предусматривала в течение порядка 50 лет переход от такой системы солидарности поколений на систему накоплений. Мы сегодня имеем систему, можно сказать, трех уровней. Первый солидарный уровень, второй уровень накоплений, правда он очень небольшой и, к сожалению, очень недоходный, во всяком случае был до сих пор. И поэтому сегодня, скажем так, прямо, что не очень большая дезинтересованность, чтобы деньги шли на этот второй уровень, который обслуживается рядом коммерческих банков, что доходность этого второго уровня очень маленькая. Она должна бы быть, ну, скорее всего, на несколько процентов больше. Так ведь это зависит от мировых рынков, это наше правительство тут никак не может помочь, наверное, или как? Ну, я думаю, что, что касается именно вот таких вложений, есть способы, которым можно все-таки удерживать какой-то определенный довольно высокий процент доходности этих вложений. Там только надо соответствующие законодательные акты и не более того. Скажем, установить, что там доходность 5 или 6 процентов, ну и, пожалуйста, коммерческие банки, желайте, берите. Я думаю, желающие найдутся всегда. Как еще можно подстегнуть людей платить налоги? Я думаю, что можно подстегнуть, если действительно показать, что эта система жизнеспособная, что эта система даст желаемый результат в будущем. Вот недавно, некоторое время назад в интернете можно было найти так называемую формулу расчета пенсии. Но я скажу, что это своего рода такое, ну, я бы сказал, виртуальное преступление. Потому что человек, ставя свои даты в эту формулу, убеждается, что он получит крайне маленькую пенсию, и у него сразу рождается мысль, что ну и к черту эту пенсионную систему действительно лучше договорился, чтобы получать заработную плату в конверте. Хорошо, но ведь горькая правда, как известно, лучше сладкой лыжи, или вы считаете, что это не так? Я бы сказал, что это не совсем правильно, горькая правда. Потому что, как оказалось, в этой формуле, которая была в интернете, там была заложена, во-первых, ошибка, во-вторых, применяется целый ряд коэффициентов при расчете пенсии. И никто не может сказать, какой это коэффициент будет через год, не говоря о том, какие эти коэффициенты будут через 5, 10 или 20 лет. Так что, я думаю, что это было, ну, просто совершенно неприемлемая вещь. Сейчас говорят, что формулу убрали. Хорошо, из ваших слов можно сделать вывод о том, что диалог между Федерацией пенсионеров и властью строится достаточно тяжело. Но известно, что пенсионеры это самый дисциплинированный электорат, достаточно значительный процент людей в Латвии пенсионного возраста, среди них много граждан. Политики не пытаются с вами каким-то образом заигрывать, учитывая, что во многом от пенсионеров зависит, та или иная партия будет у власти, вот в конечном итоге, если так разобрать. Ну, нет, таких заигрываний пока что не было, может быть, потому что у нас только что прошли выборы в самоуправлении. То есть, сейчас потеряли к вам интересы? Я не исключаю, что Федерации пенсионеров и пенсионеры могут в какой-то степени повлиять на исход голосования, выборы сайма. Я не исключаю, что, может быть, в какой-то степени повлияли и на выборах самоуправления, поскольку такие сведения к нам поступали, что в некоторых местах, ну, собираются уже сейчас показать, что нам не нравится то, что делается на уровне государства. Каким образом показать? Ну, то есть, организовать пенсионеров, чтобы они не голосовали за нынешних власть имущих. А сколько человек... На следующих, простите, пожалуйста, выборов? Нет, нет, только на прошедших, на прошедших. Особенно в ВИДЗЕМе, там некоторые руководители пенсионерских организаций были настроены очень по-боевому на этот счет. То есть, хотите сказать, что накануне выборов пенсионерской организации в ВИДЗЕМе призывали пенсионеров не голосовать за партии власти на национальном уровне? У меня нет сведений о том, призывали или не призывали, но высказывания на этот счет были на тех мероприятиях, которые мы проводим. В случае необходимости вы готовы мобилизовать участников федерации, членов федерации? И как-то вот, насколько монолитна организация? Можете вот... Ну, во-первых, в федерации на сегодняшний день состоит 107 организаций пенсионеров со всей Латвии, в том числе и с Латгалией тоже. Ну, это, скажем так, активная часть составляет примерно 10% от всех пенсионеров. В абсолютных цифрах это сколько? Да. Ну, а в абсолютных цифрах, если полмиллиона у нас пенсионеров, то 10% это порядка 50 тысяч. Тоже существенно. Это активная часть, которая постоянно встречается, участвует в общественной жизни и тому подобное. Ну, а за ними стоят люди, которые проживают, пенсионеры в этих территориях, ну, и на которых можно в какой-то степени повлиять. Что же касается федерации пенсионеров, я думаю, что у пенсионеров есть самые различные политические взгляды. И недаром, я сейчас искал в интернете, так и не нашел, так называемую партию пенсионеров, которая когда-то была создана, ее нету. И, скорее всего, такой партии и быть не может. Но одно я могу сказать прямо, что часто на встречах нам задают вопросы, а за кого голосовать? И на этот вопрос, ну, может быть, не прямо, но каким-то образом мы должны дать ответ этому полумиллиону пенсионеров, которые проживают в Латвии. И что обычно отвечаете? А пока мы разводим руками и отвечаем, что ну давайте, смотрите, оценивайте, как кто работает, в наших интересах. То есть, в принципе, получается, что у руководства федерации пенсионеров или совета консультативного сеньоров и так далее, и так далее, находят, скажем так, условно говоря, контроль за полумиллионом избирателей? Ну нет, я бы так не сказал. Это немножко преувеличено. Я думаю, что если там, скажем, федерация бы приняла решение голосовать за какую-то конкретную политическую силу, ну, может быть, мы там можем повернуть в нужном направлении 50, может быть, все 100 тысяч пенсионеров. Но я бы сказал, что, скорее всего, что такого просто не будет делаться, поскольку у пенсионеров очень разные политические взгляды. Давайте примем звонок. У нас рассказала телефонная линия. Одевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы, так сказать, оспорить. Формула была совершенно правильная. Это раз. Второе, так сказать. Почему же берется 96-й, 2000-й год, и почему берется, допустим, коэффициент какой-то ниже лата. Допустим, я уходила на пенсию в 11-м году, у меня было 70, наверное, 8, там сантим коэффициент. Понимаете, как сказать? Ну, нет смысла платить действительно налоги, когда, получается, за 36 лет работы пенсию 130 лат. Спасибо. Да, я отвечу на этот вопрос. Видимо, не только правительство, скажем так, призывает не платить налоги и не верит в социальную систему. Дело в том, что один из коэффициентов, который применяется при расчете пенсии, действительно, в 11-м году был очень низкий, 0,79-0,78. И умножая на этот коэффициент любую пенсию, любую цифру, она уменьшается порядка на 20 с лишним процентов. Следовательно, все люди, которые уходят на пенсию после 11-го года, когда был этот коэффициент впервые применен, фактически теряют 20% своей пенсии. Этот вопрос по нашему предложению рассматривала небольшая группа юристов. Ну и пришли к такому выводу, что в законе пишется, что коэффициенты увеличивают первоначальный капитал пенсии. В данном же случае практически три года эти коэффициенты были ниже единицы, но, правда, два года незначительно, там 0,97-0,99, но один год 0,79, что они уменьшают. Ну и тут мы рассматриваем, что это такой юридический нюанс, если в законе сказано должно увеличивать, то не может уменьшать пенсию. Но, в принципе, мы в совете консультативном договаривались, и министр с этим согласен, что это один из вопросов, который должен быть досконально рассмотрен на этом совете и должны вырабатываться какие-то предложения, как выйти из ситуации. Потому что это действительно делает ситуацию очень взрывоопасной. Представляете, что будет, если, скажем, вопрос дойдет до конституционного суда, суд примет положительное решение, и тогда придется просчитывать пенсии всем, которые ушли на пенсии после 2011 года, увеличивать им пенсии на 20%. Это действительно может привести к какому-то коллапсу в бюджете. Но если, как Вы говорите, действительно не соответствует этот коэффициент строчки в законе, где написано о том, что он должен поднимать, а не понижать пенсию, так может быть действительно обратиться в конституционный суд с тем, чтобы они были пересмотрены в смысле пенсии и пересчитаны? Именно такая задача и ставилась юристам, и сейчас, скажем так, болванка подготовлена, сейчас должен быть человек, у которого реально подсчитаны пенсии с применением этого низкого коэффициента, который индивидуально напишет заявление в конституционный суд. То есть пенсионеры в очередной раз собираются обратиться в конституционный суд? Да, но это такой вопрос, по которому у нас масса заявлений, масса звонков, и мы просто вынуждены решать этот вопрос. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Хеллоу. Добрый день. Добрый день, главлен. У меня один вопрос такого характера. На каком основании пенсии делают налог? Я не понял, как это вообще. И второй вопрос. И куда эти налоги с моей пенсии и с других пенсий идут? В какой бюджет? Спасибо. Я сразу отвечаю. Что касается налогобложения, это прерогатива парламента страны. И в нашей стране принят закон, что со всех доходов, в том числе и пенсии, налог платится. Но ведь пенсия, условно говоря, это не совсем доход, это как бы накопление человека. Да, ну, это так. Но на сегодняшний день закон гласит, что пенсии, подоходный налог платится. Правда, пенсионерам установлен очень высокий по сравнению с другими, необлагаемый минимум 165 лад. Эти деньги идут в государственный бюджет, 20%, 80% в бюджет местных самоуправлений. Что касается федерации пенсионеров, мы когда встречались с премьером господином Домбровским, поднимали этот вопрос, что на наш взгляд, все-таки, чтобы выравнивать социальную ситуацию в стране, постепенно надо этот необлагаемый минимум поднимать. И предложили такое, что давайте установим необлагаемый минимум на уровне минимальной зарплаты. Сегодня 200 лад, может быть, завтра 225 лад. То есть, какая-то определенная часть пенсионеров, скажем, будет освобождаться постепенно все больше и больше от уплаты подоходного налога. Давайте еще звонок примем. Добрый день. Добрый день. А вот у меня вопрос к вашему гостю, да. А вы там не пробовали у себя в федерации просто взять белый листочек бумаги и посчитать средние расходы среднего пенсионера? Учесть там коммунальные платежи, питание, лекарства? Спасибо. Да, мы знаем эту проблему. В данный момент собирается группа, ну, можно сказать, ученых, в том числе и тех, которые в начале 90-х работали со всеми этими корзинками потребления. И мы ставим задачу такую, что в ближайшем будущем надо разработать корзинку потребления пенсионера, поскольку у пенсионера расходы все-таки несколько другие, чем, скажем, у молодежи и тому подобное. Ну, и тогда, может быть, мы предложим и эту корзинку официально утвердить в государстве, и, может быть, и вопросы индексации пенсии привязать к этой корзинке, чтобы было бы более социально справедливо. Хорошо, но если обратиться на пару слов к практике и вспомнить предыдущие звонки, вы говорили о том, что, может быть, правительство не всегда подстегивает людей платить налоги и формировать бюджет, который, опять же, можно было бы потом передать пенсионерам. Но ведь те цифры, которые на данный момент получают пенсионеры и то, скажем так, на каком уровне находится их благосостояние, это ведь наверняка тоже свой отпечаток оставляет. На ваш взгляд, пенсионеры сегодня в Латвии с существующими пенсиями могут вести более или менее достойный образ жизни? Вот тут я в некотором недоумении. Международная статистика Евросоюза, евроэксперты говорят, что у нас очень большая часть населения находится под... За чертой бедности. За чертой бедности. Или близко к тому. Да, ну или близко к тому. Что же касается местной статистики, то у нас бедность все время уменьшается. Ну, если так говорить совсем честно, то те люди, которые ныне получают пенсии ниже прожиточного минимума, которые неофициальны, где-то на уровне 190 лат, то есть практически это наша средняя пенсия. И можно смело сказать, что порядка 80% всех пенсионеров, если, конечно, не брать во внимание их членов семей, которые, может быть, помогают многим из них, они находятся под риском бедности. Но как можно охарактеризовать их, скажем так, уровень благосостояния и образ жизни? К сожалению... Уровень бедности это такие сухие социальные... Мы люди, которые основную свою часть жизни прожили еще в советское время. И, ну, скажем так, мы приучены к тому, что, скажем, коммунальные платежи это в первую очередь, а уже все остальное после того, как останется. Ну, и представляете, как чувствует себя человек, когда он уплатил коммунальные расходы, у него осталось 20 лат на все просвел. Ну, и поэтому я думаю, что это проблема, которая становится, кстати, все острее в государстве. И я не думаю, что мы так скоро избавимся от всего старшего поколения. Эти вопросы все время будут и останутся. Ну, и я думаю, что задача государства все-таки думать о том, как эту проблему снимать. Потому что денег не то что на нормальное питание, но, главным образом, на медицину, на покупку лекарств практически не остается. Давайте еще звонок под занавес эфира примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Можно такой вопросик задать. В одной из передач вы поднимали вопрос о том, что работники, которые, ну, выполняют пассажирские перевозки, могут пораньше на пенсию уходить. Как-то этот вопрос будет продвигаться дальше или нет? Я думаю, что этот вопрос для профсоюзов и Федерации пенсионеров будет заниматься теми проблемами, которые возникают у людей, которые вышли на пенсию. Хотя в некоторых вопросах мы и пытаемся содействовать профсоюзам, в том числе и в вопросе преждевременного ухода на пенсию. И я бы сказал, что эти условия сохранены в некоторой степени благодаря Федерации профсоюзов. И давайте в завершение эфира такой очень практический вопрос. Один наш радиослушатель интересуется. Я вышел на пенсию в 2001 году, пишет он с 40-летним стажем, и пенсия у меня сегодня 158 лат. А брат, работая последние 5 лет на минималке, получил пенсию в размере 204 лата. Как такое возможно? К сожалению, система подсчета пенсии за последние годы очень изменена. Принято ряд дополнительных законодательных актов, которые очень усложнили расчет пенсии. Скажем, нормальному человеку сегодня объяснение высылают на 4 листах. Я считаю, что это совершенно ненормально. И может быть, это задача ближайшего времени нашего парламента, что все-таки должна система подсчета пенсии упрощаться. И она не должна допускать логических ошибок. Это именно логическая ошибка. Система не должна допускать таких логических ошибок. Ну что ж, на этом мы сегодня и подведем итог нашей программы. Напомню, что в гостях у разворота был сегодня Андрей Сылинш, глава Федерации пенсионеров Латвии. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам за приглашение. Эфир провели Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Помогал у нас звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания.